итак вот и пришло время рассказать вам об обналичии чеков через систему e-pay service почему перехожу на нее описано вот в этом видео ну а теперь приступим непосредственно к теме видео во первых для обналичивания чеков вы должны быть совершеннолетним гражданином то есть регистрироваться вы сможете только с 18 лет ну и давайте рассмотрим саму процедуру регистрации я конечно же регистрироваться не буду потому что я уже зарегистрирован но покажу как это все делается так ну переходим по ссылочке которая указана в конце вот там в комментариях видео и что мы здесь видим ну во первых нужно выбрать нашу страну здесь уже выбрана беларусь регистрация в принципе не сложная но заполнять придется так все внимательно и относиться к этому нужно серьезно выбираем тип счета персональный и тарифный план базовый дело в том что по сути они ничем не отличаются и нам хватит и персонального счета и тарифного плана базовый конкретно об изменениях вы можете почитать непосредственно на сайте но я скажу что ничего здесь трогать как бы не нужно итак выбираем цель открытия счета обналичивание чеков и выберу на всякий случай прием отправление внутренних переводов это удобно для переводов между пользователями например я зарегистрировал также еще своего друга ну соответственно мы можем обмениваться средствами через наши внутренние счета так род деятельность источник поступления средств допустим вы указываете если вы регистрируетесь как от рода деятельности youtube соответственно указываете youtube например реклама здесь можете указать источник поступления ссылку на свой канал например 3w . что-то у меня здесь с клавиатурой или с руками так handiocue ну и например у меня там maker studios или как там она правильно пишется не помню maker studios точка ком ну это допустим да или там рпм network точка ком список сайтов источников соответственно тоже указываем допустим сайт нашей партнерки ну или же google adsense то есть google adsense . ком как-то так окей ну например указали теперь способы связи указываем тут наш email настоящий там email ла 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 собака там gmail.com например а секью конечно же если у вас есть можно указать а можно просто поставить прочую ну я например укажу свою 596 мобильный телефон нужно указывать здесь мы вписываем без знаков просто номер например 375 у меня да допустим водеете какой-то там номер например но соответственно цифру конечно будет меньше ну неважно потом имя пользователя придумаем любое ну например у меня handy так данные общего гражданского паспорта здесь все писал вписываем на русском то есть например у меня терюшков имя александр но дело в том что на английском как видите здесь идет автоматический перевод указывать на английском нужно так как указано в вашем паспорте и также какие указано в ваших чек у меня это будет как-то так по моему али аксон как в общем неважно то есть вы указываете так как указано в вашем паспорте чтобы не было проблем али по моему александр у меня когда так как-то так или и не помню в общем это неважно я приказываю вам время ну а отчество андреевич можно оставить так как она перевелась дата рождения соответственно указываем как видите зарегистрироваться если вам нет 18 лет вас не получится можно только в день вот в исполнении например видео записывается 21 мая место рождения указываем например беларусь нет как то все нужно указать как паспорте республика беларусь город нет минс даже цен смотрю проверю как указано в паспорте республика беларусь минская область у меня минская область город минск серия и номер мс там ла 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 дата выдачи то есть опять же указываем дату выдачи и кем выдам например там минским рово д как-то так заграничный паспорт ну соответственно если у вас есть просто отмечаете здесь заполнять ничего не нужно просто отмечаем адрес регистрации опять же город допустим минск индекс там я не помню какой допустим до улица соответственно там заслонного например дом корпус дом допустим 798 квартира такая то да так почту а ну здесь даже здесь просто нужно указать вот так вот почтовый адрес совпадает с адресом регистрации конечно же и здесь ничего можно не указывать а вот в сферу остальной деятельности можно занести что-нибудь что относится к вам например это может быть ну я например укажу youtube чью блогинг принимаем читаем ознакомимся и в принципе с регистрацией мы закончили теперь вам нужно ждать когда ну соответственно чтобы вот эта вот кнопочка работал нужно заполнить полностью все поля все поля должны быть полностью заполнены проверен мобильный телефон и так далее ну и вот в принципе все то есть заполнить все поля ла 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 не забудьте что страну именно здесь нужно выбрать и после этого обычно на следующий день иногда на следующий рабочий день именно ваш аккаунт проверят им если все отлично все хорошо на ваш email указаны при регистрации поступит сообщение с дальнейшими инструкциями ну что ж мы зарегистрировались ваш аккаунт через некоторое время проверят и данные вы можете посмотреть на указанном вами почтовом ящике хорошо допустим вам одобрили аккаунт все отлично заходим личный кабинет он выглядит вот таким вот образом приблизительно ну и здесь у вас еще будет табличка скорее всего да то что ваш аккаунт как бы не проверен не подтвержден из-за того что вы не предоставили документики сделать это можно ну там все принципы инструкции есть ничего здесь сложного нет переходим в документы вкладку и загружаем полностью документы гражданского паспорта там одесские права и так далее это если у вас ничего нет не нужно ну понадобится она во первых для того чтобы снять лимит в тысячу по моему насколько я знаю 1000 долларов максимально обналичивание чека и снять лимит на ну как как сказать оформление карточки mastercard от e-pay service но я ее оформлять сейчас не буду возможно потом хорошо ну что здесь нам еще нужно во первых нам нужно само пополнение через айчек то есть через будем непосредственно пользоваться данной услугой переходим на нее и здесь полностью указаны все что вам нужно сделать разобраться здесь не сложно но я расскажу в двух словах что здесь и как делать во первых нам нужен чек который будет в долларах сша и из банка сша номинальной стоимостью до 20 тысяч долларов а вы можете то есть спокойно обналичить через услугу айчек итак нам понадобится сканер и пересканированием нужно сделать передаточную надпись как она делается с обратной стороны вот сейчас вы видите на экране нужно написать там где написано эндорские нужно написать for the credit to mt acc incorporated и ваше имя и фамилия точно так же как все написано в паспорте и такая же подпись как в паспорте ну пример расположение вы сейчас видите вот у меня на экране так ну располагаем для сканирования чек сверху как бы без отступов на формате а4 нужно сканировать формате jpg полноцветный 24 бит не менее 600 dpi но обычно это эти данные встроены уже в сам принтер ну то есть ничего вам менять нужно не используйте компрессию то есть сжатие изображений размер должен быть от оставаться такой как он был отсканирован размер одного файла не более 3 мегабайт ну и что нам нужно сделать просто сохранить сканированные два изображения то есть лицевая сторона и оборотная вот обратная сторона передаточная надпись также находиться должна с правой стороны скана то есть нужно сканировать именно так за исключением тех случаев когда передаточная надпись расположена в центре тогда при сканировании эта надпись должна оставаться также в центре ну скан должен быть все резким четным четким без посторонних предметов это понятно ну вот допустим я уже загрузил сегодня один чек вы можете посмотреть примерно то что получилось у меня вот они сейчас эти чайки у меня загружаются написано скан чека принят ожидается оригинал то есть когда вы вот здесь вот снизу выбираете лицевая и оборотная сторона нажимаете добавить чеки проверяются и буквально там через час-два может быть даже раньше иногда позже выходные дни у вас в статусе отобразится то есть или скан чека принят или отклонен а в деталях будет указана причина отклонения ну также чеки на самом деле обрабатываются у них достаточно быстро ну и вот мы заходим видим что скан чека принято ожидается оригинал чека и объясню что такое дата зачисления это та дата если бы этот чек был не google adsense то есть принимается к обналичиванию google adsense чеки без пересылки оригинала в офис то есть мне бы зачислить деньги сразу вот как только я загрузил эти вот сканы в дату в день даты зачисления то есть в другом случае у меня чек коммерческий не google adsense дата зачисления то есть это тот период в который ну не период а именно тот день в который мне зачислять деньги если на момент этой даты уже то есть до присутствует у них чек на руках ну и мы собственно что мы делать будем мы будем дальше отправлять оригинал чека для этого что нам нужно сделать берем наш чеки несем его ближайшее почтовое отделение вашего города сразу замечу что не нужно отправлять чеки на адреса компании используя письма с объявленной ценностью а также письменного получателя так как это делать невозможным получение чеков сотрудниками компании объясню как все работает вы отсылаете им чек и курьер забирает соответственно сам курьер приходит на почту и забирает то есть не нужно объявленную ценность указывать и на получателя обычное заказное письмо спокойно подойдет ну вот приходим на почту покупаем конвертик заполняем адрес получателя все как указано вот тут как указано вот сейчас вы видите да соответственно можно отправлять как в российский офис питере и также как украинский офис в киеве я же отправляю в питер вы можете независимо отправлять или туда или туда ну как бы сейчас учитывая ситуацию на украине я бы отправлял в питер но смотрите сами просто в адресе получателя пишем платежная система e-pay service и указываем обычный адрес все как указано тут но также при отправке письма вас спросят делать ли уведомление то есть оформлять ну смысла особого в этом нет так как отслеживать перемещение нашего чека мы будем через трекинг в интернете хотя я на всякий случай на самом деле уведомление заказываю также я заметил такой особенности которую раньше не знал что вот этот вот самый трек то есть этот номер который вам дают при оплате до отправки письма вот он отслеживается с небольшой особенностью например я отправляю чек из беларуси в россию питер и отслеживается именно почты россии перемещение уже непосредственно в россии то есть отслеживать почта беларуси и например да если я с минска отправляю ну вообще с беларуси будет только до того момента как чек покинет страну после этого он со стороны беларуси не отслеживается вот ну и хорошо мы вот оформили письмо отправили чек теперь через определенное количество дней то есть там раз два три дня можно заходить и отслеживать перемещение конвертика это же конечно не обязательно для вашего спокойствия удобства можно сделать сейчас вы видите ссылочку да и в описании тоже будет где можно отслеживать например в российском офисе и ну и также сделал для украины ну а сейчас я покажу вам историю перемещения моего письма моего чека со стороны беларуси вот как вы видите письмо было принято почта вечером 5 мая уже 7 мая она ушла из минского таможенного контроля в пункт назначения ну а теперь посмотрим со стороны россии как вы видите в 9 8 мая вечером она уже была в мазь в москве то есть через сколько тут буквально три дня и она уже в москве потом 12 в питере а 15 мая в прибыл уже место назначения ну конечно письма приходит обычно в пункты сортировки и она как бы там сортируется в общем это неважно не вникаем 17 мая то есть спустя два дня после прихода письма в питер я отписал службу поддержки потому что никак ничего не двигалась человек просто также стоял на месте то есть скан чека принят ожидается оригинал но я написал и на что 19 мая мне пришел ответ в первый же рабочий день прошу замечать понедельник что курьер будет сегодня на почте и после получения чеков сумма будет зачислен на баланс ну так в принципе и произошло вечером а именно в 10 часов по москве мне поступило смс что деньги зачислены на баланс окей заходим проверяем видим что все хорошо теперь выводим их вот на вебмане а делается кстати это довольно легко сейчас я покажу как это делать переходим нашу страницу главную вывод средств в мании z шаблон тут ну у меня уже готовый шаблон вот как видите последнее что я выводил то есть указан номер кошелька сумму также замечу что сумма берется с комиссией 0,8 процента то есть у меня было 300 там с копейками долларов 303 ну и вот такая комиссия очень большая протекцию заполнять не обязательно я не заполнял это я думаю как протекцию лучше заполнять если у вас большие суммы на всякий случай так ну и срочный перевод дополнительной комиссии 10 долларов не вижу в этом смысла потому что исполняются они довольно таки быстро на следующий день ну и выплаты исполняются в течение рабочего дня с 11 до 23 часов по московскому времени и так вот сегодня уже 21 мая деньги пришли мне на кошелек подводя итог давайте посмотрим сколько времени прошло чеки я отправлял 5 мая вечером 15 числа то есть за 10 дней включая там различные майские праздники и выходные оно уже дошло в питер на почту 19 мая их забрал курьеры и пейсервис и 21 числа деньги у меня на вебмане и того 16 дней включая 5 выходных обналичивая чеки через банк который кстати уже сейчас не работает с чеками мой банк белоруссбанк после моих разных вот этих вот больших отправлений я тратил постоянно больше 30 дней отдавая причем огромную комиссию по 25 30 долларов за один чек ну и конечно также время зависит от времени доставки чека к ним в офис итог напрашивается сам собой продолжать работать через систему стоит вывод очень удобно